Эффективностью мог он выполнять и главную задачу – поиск и уничтожение подводных лодок. Для их поражения машина могла нести бомбы, самонаводящиеся торпеды и даже тактическое ядерное оружие. А для поиска – десятки сбрасываемых радиобуёв и специальное бортовое оборудование. Поскольку каждый буй стоил как легковой автомобиль, в авиачастях вводилось ограничение на их применение. Поисковая аппаратура, размещенная в длинном носу и таком же длинном хвосте, придавала машине необычный вид. Это служило поводом для шуток неморских летчиков. А где у Бе-12 нос, а где хвост? А это зависит от решаемой задачи – не терялись моряки. Учебно-боевая подготовка в полках морской авиации была насыщена. День за днём одно и то же. Тренировки, теоретические занятия, отработка применения оружия, постоянное боевое дежурство, рутина. Другое дело – поиск реальных целей, сопровождение и удержание их в поле зрения радаров. Вот тут в полной мере и включался азарт охотника. Учения, проводившиеся до конца 80-х практически каждый год, служили проверкой мастерства. Для ещё одной важной работы, поиска и спасения, на базе Бе-12 была построена даже специальная модификация Бе-14. От базового самолёта она отличалась более широкими люками для приёма пострадавших. Впрочем, она так и осталась в единственном экземпляре, а функции спасателей стали выполнять несколько специально переоборудованных Бе-12. Одна из таких амфибий отличилась в октябре 93-го, когда на Курилах произошло разрушительное землетрясение. Экстренные грузы жертвам стихийного бедствия первым доставил Бе-12. В 91-м появилась и противопожарная модификация самолёта. Баки ёмкостью 4500 литров заполняются за 15 секунд, в течение которых летающая лодка глиссирует по воде. В 1983 году ОКБ Бериева получило очередное задание. Для противолодочной обороны предстояло создать океанскую амфибию со значительно больше, чем у Бе-12 дальностей. Новый реактивный гидросамолёт получил название А-40, а позже и имя собственное — Альбатрос. Первая выкатка. По морской традиции разбивают бутылку шампанского. Первый взлёт с суши. Первый полёт с воды. Размеры А-40 позволяли использовать его на океанских акваториях с волнением до двух метров. Силовая установка самолёта не совсем обычная. Она состоит из двух маршевых двигателей тягой по 12 тонн и ещё двух разгонных тягой по 3 тонны, работающих только на взлёте. Длительное патрулирование обеспечивается системой дозаправки топливом в полёте. Уже к моменту первого полёта в декабре 1986 года в истории страны начался совсем сложный период, и заказов на Альбатросы так и не последовало. Ни одной боевой задачи он так и не выполнил, но мир удивлял неоднократно. 138 мировых рекордов высоты, скорости, грузоподъёмности. Да, в военной ипостаси амфибия применения не нашла. Однако в конструкцию изначально была заложена возможность многоцелевого применения. В условиях нового времени были предложены разные варианты самолёта. Поисково-спасательный, грузопассажирский, противопожарный. Ради продвижения этого и других самолётов ОКБ «Бериева» в сентябре 1996 года в Геленджике на Чёрном море был проведён первый гидроавиасалон, ставший впоследствии регулярным. Увы, спроса машина ни внутри страны, ни за рубежом не нашла. Поскольку океанский масштаб А-40 оказался невостребован, в ОКБ «Бериева» разработали новый самолёт. По той же удачной компоновке, но с меньшими размерами и вдвое меньшим весом. Назывался он Бе-200. Первый полёт «Амфибия» выполнила в сентябре 1998 года. Она может применяться и в грузовом варианте, и в пассажирском. Возможно, адаптация «Амфибии» и для выполнения поисково-спасательных операций. Но основное и на данный момент самое востребованное назначение «Амфибии» — борьба с лесными пожарами. В качестве противопожарного Бе-200 втрое эффективней Бе-12. В два раза выше его производительность и по сравнению с возможностями самого известного в мире противопожарного канадского самолёта Си-Л-415. Не случайно поэтому, что Бе-200 передали на службу в Министерство по чрезвычайным ситуациям. И он уже неоднократно участвовал в реальных операциях. Последние годы в России не отличаются активностью в деле создания новых самолётов. Во всяком случае, глобальные проекты ушли в прошлое. Зато в открывшейся свободе возможность проявить себя появилась у большого числа энтузиастов. Небольшие гидросамолёты самых разных конструкций демонстрировались и на больших, и на малых авиасалонах. Что радует? Эти самоделки не просто выставляются на показ, но и реально, и активно эксплуатируются. В 1997 году даже ОКБ Бериева предложило небольшой самолёт гражданского назначения Бе-103. Он выполнен по оригинальной схеме. Крыло аппарата, полупогружённое в воду, на разбеге использует эффект экрана. В том, что гидроавиация нужна, сомнений нет. Как и в том, что российские авиастроители в числе лидеров по созданию таких машин. Остаётся надежда, что потенциал будет реализован. Продолжение следует...